Помните видео, где я рассказывал, какие вопросы бесят сомелье? Если вы его еще не видели, посмотрите и улыбнитесь. Так вот, после этого видео вы забросали меня вопросами, а что же в таком случае надо говорить сомелье, чтобы не прослыть дураком, но самое главное, чтобы получить профессиональный совет. Сегодня об этом поговорим. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Vitis Pro. Если вы хотите разбираться в не лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео, потому что мы говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Признавайтесь, вы иногда чувствуете неловкость, когда к вам в ресторане подходит сомелье. Возможно, вы боитесь показаться дилетантом в вине и опозориться с каким-то глупым вопросом. Слушайте, а почему вам вообще так важно, что этот практически незнакомый человек о вас думает или подумает? Ведь вы пришли в ресторан за эмоциями, вкусной едой, приятной атмосферой, а никак не на экзамен, где вас будут испытывать. Поэтому первый совет – расслабьтесь. Ваша цель – просто получить хорошее, правильное вино к столу, которое подойдет к вашим блюдам. Представьте себе, сомелье хочет того же самого. Он здесь не за тем, чтобы вас тестировать или оценивать, а исключительно для того, чтобы помочь вам. Я довольно часто слышал от своих знакомых некие опасения, будто бы главная цель сомелье – раскрутить гостей на максимально дорогое вино. Поэтому они намеренно отказываются от его услуг в ресторане и буквально шарахаются от него, как черт от ладана. На самом деле очень даже зря. Возможно, когда-то, в начале 90-х или 2000-х такое и было. Но сейчас уже давно рестораны работают, в том числе на репутацию. Им важно, чтобы гость остался доволен, получил приятные впечатления и пришел снова. Поэтому никто не будет навязывать вам бутылку подороже. Я даже вам больше скажу – можно получить приличное вино за вполне вменяемые деньги. Как? Давайте разбираться. Итак, первое, на что нужно опираться – это та еда, которую вы заказываете. Поэтому самый простой вопрос, который нужно задать сам Илье, звучит примерно так. Посоветуйте мне вино к стейку, утке по-пекински, тартару из тунца, запеченной в форели, того, что вы заказали. Проще всего, когда у вас одно основное блюдо на всю компанию. Бывает редко. Сложнее, когда один заказал мясное жаркое, а другой рыбу, а третий вообще есть только одни овощи. Но и с такой задачей хороший Сомелье должен справиться. Поверьте, бывают поистине универсальные вина, которые станут великим уравнителем между кардинально разными блюдами. Просто доверьтесь профессионалу и расскажите о том, что будет у вас сегодня на столе. Следующий совет – поделитесь Сомелье своими вкусами и предпочтениями. Допустим, вам нравятся плотные и насыщенные вина Бордо. Смело скажите об этом. И не стесняйтесь делиться пожеланиями. Например, если вы сейчас не готовы к экспериментам, а хотите чего-то привычного и понятного, так и говорите, мне нравится Бордо, что у вас есть из этого региона. А если вы хотите попробовать что-то новое, то попросите Сомелье посоветовать нечто похожее по стилю. И, наконец, важно, не стесняйтесь говорить о бюджете. Именно из-за этого ненужного чувства стеснения люди иногда получают в итоге неадекватные суммы в счетах. Не потому, что Сомелье хотел ободрать их как липку, а только из-за того, что они сами не указали свой ценовой порог. Поверьте, профессионалу будет гораздо легче подобрать вам нужную бутылку, если вы сами установите вот этот самый ценовой фильтр. Сразу. Ничего стыдного в этом нет. Никто не будет косо на вас смотреть, если вы попросите подобрать бутылку стоимостью, скажем, до 20 евро. Еще один совет. Не стесняйтесь задавать вопросы о вине, регионе, производителе. Тогда вы получите не только правильный напиток к столу, но и бонус в виде интересных историй или полезных сведений. Например, узнаете, какой год в этом регионе был удачным. Используйте общение с Сомелье как возможность пополнить свои знания о вине. Например, полезно будет задавать примерно такие вопросы. Я много слышал о сорте траминер. Можете о нем что-нибудь рассказать и посоветовать вино из вашей карты. Какие интересные новинки есть в вашей винной карте? Есть ли у вас вина от маленьких виноделин или гаражистов? Или назовите три своих любимых вина из этой карты. Этими вопросами вы покажете Сомелье, что готовы к чему-то действительно интересному и не банальному. Шансы в этом случае получить интересную бутылку к ужину вырастают в разы. Вот увидите. Итак, вы наконец определились с выбором вина. Отлично. Только это еще не все. Есть несколько важных правил, которые есть смысл учесть. Бутылку должны принести вам закрытой. Дальше либо откупорить при вас, либо унести, чтобы сделать это в другом месте. Перед тем, как налить, Сомелье даст вам понюхать пробку или понюхает сам. Но, если вы, то убедитесь, что нет запаха прелого картона и других неприятных тонов. Не возмущайтесь, а радуйтесь, если Сомелье попробует ваше вино перед тем, как налить его вам. Он делает это для того, чтобы убедиться в отсутствии дефекта. Вы имеете право попробовать предлагаемое вино и отказаться, если оно вам не понравилось. Главное сказать об этом сразу, а не после того, как вы успели выпить полбутылки. Тут, правда, есть очень важный момент. Отказываться от вина, когда вы это делаете, вы обязаны четко обосновать ваш мотив. Если вы четко согласовали параметры вина с Сомелье, и он принес вам ровно то, чего вы хотели, то, боюсь, что за вино все же придется заплатить. Ну, о том, в каких случаях вы можете отказаться от уже заказанного вина, а в каких ресторан все же потребует оплату. Это вообще отдельная интересная тема, как мне кажется, она достойна, наверное, отдельного сюжета. Друзья, как у вас отношения с ресторанами Сомелье? Охотно пользуетесь их услугами или все-таки немножко побаиваетесь или стесняетесь? Пишите в комментариях и обязательно напишите, хотите ли вы, чтобы я сделал сюжет о том, при каких условиях вы можете вернуть бутылку вина. А чтобы следующий поход в ресторан был для вас максимально приятным и продуктивным, не побоюсь этого слова, я подготовил для вас чек-лист с вопросами для Сомелье. Вам останется только писать в пустую строку выбранное блюдо, ну и может быть цену, и можете смело задавать эти вопросы. Сохраните себе, чтобы быть во всеоружии. Ссылка в описании к этому видео. Ну а если этот сюжет вам понравился, и вы вдруг захотите рассказать об этом мне или ютубу, то для этого существует кнопка лайк, на которую вам следует кликнуть. А чтобы не пропустить еще других более интересных видео на этом канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что это совсем-совсем-совсем-совсем другой канал про вино.